История нашей героини схожа с судьбой Анжелины Джоли, но нет не по части Голливуда и Звездного пути. Так же, как и всемирно известная актриса, жительница Ульяновска удалила яичники, дабы избежать серьезных последствий. Но прежде женщина уже пережила две операции, неоднократные курсы химиотерапии и, как итог, победила онкологию. Все это время пациентка находилась под наблюдением врачей Ульяновского областного онкологического диспансера. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Впервые рак молочной железы у Натальи диагностировали в 2011 году. Тогда на операцию она поехала в Казань и уже по возвращению стала на учет в Ульяновский онкологический диспансер, где ей завершили лечение. И все было хорошо, если бы болезнь вновь не вернулась. Эмира Тимурна, скажите, как часто возникает рецидива? Мы по своему опыту и данным литературы видим, что этот процент колеблется от 20 до 50%. Безусловно, он снижается, если пациенты начинают лечение на ранних стадиях заболевания, на первой, второй. И в этом случае безрецидивный период, безрецидивное течение составляет порядка 90%. Начало лечения было в Казани. Там ей была выполнена радикальная мастектомия с первым этапом реконструкции, когда был установлен экспандер. Второй этап реконструкции был проведен у нас здесь. Мы поменяли экспандер на имплант или имплантат, как мы сейчас говорим. И с этого момента уже мы с ней вот в течение такого долгого времени знакомы и все необходимое лечение. Она проходит у нас в Ульяновске на нашей базе. И обследование, и вариант реконструкции ей был проведен. В 2011 году она получила у нас, помимо операции, еще и 6 курсов химиотерапии профилактической. Я прошла сначала химию красную, 6 курсов. Сильная химия довольно-таки. Следующая только платина. Я могу ошибаться. Доктор как бы лучше скажет, что я знаю для себя. И затем еще был курс, как уже взяли опухоль и поняли, что она очень агрессивная. То есть так скажем, что одной химией не обойтись. То есть вот эти раковые клетки, они очень активные. То есть она низкодифференцированная, то есть очень плохо лечится, так сказать. Поддается лечению. Поэтому мне еще прописали герцептин. Еще 18 вливаний. Это такая же химия после красной. Просто она немножко облегченная и уже действует немножко по-другому. Но последствия у нее немножко другие опять же. Это на сердце. Потому что химия есть химия. Что-то лечишь, а что-то калечишь. Но выхода нет. Вот. И затем все хорошо. Затем в 2017 году был верифицирован рак второй молочной железы. И уже здесь, в Ульяновске, мы сделали мастектомию, то есть полное удаление молочной железы. И сразу восстановили объем и форму молочной железы одномоментно, установив ей имплант с одномоментной реконструкцией. После этого лечения оперативно была опять химиотерапия. У нее было 6 курсов профилактической химиотерапии, которые она получала на нашей базе, в нашем отделении. Я даже не знаю, говорить ли о том, что чувствует человек. У него отнимаются ноги, его ломает. Он... Это такая боль, которая... Она не проходит вообще. Она... Вот как объяснить это? Как будто вот ноги, таз рожают. Как будто раздвигается все это. Вот кости выламывает. Это очень-очень жутко. Но доктор, конечно, прописывает препараты, очень сильные, на основе морфина, чтобы унять эту боль. Кроме этого, у пациентки есть мутация гена BRCA, которая говорит о наследственном факторе заболевания. И в связи с таким выявленным у нее анализом, ей была выполнена в нашем же диспансере, в гинекологическом отделении, авариоктомия в эндохирургическом варианте. Или лапароскопическая, как называют наши женщины. Очень важно найти своего доктора. Это очень важно при таком заболевании. И действовать с ним обоюдно, сообща. И вы уже не мечетесь, а уже понимаете, что нужно делать, куда нужно идти, с кем нужно общаться, говорить и рассказывать, и выстраивать какой-то план. Наталья признается, что не знала о своей предрасположенности к раку. Поводом сходить на обследование стал комочек груди, который она нащупала сама. Рак молочной железы относится к визуальным формам, которые просто казалось бы очень обнаружить. Мы осматриваем женщину, пальпируем молочные железы и находим узловое образование. Но при этой простоте и доступности, безусловно, есть особые коварные случаи, когда просекают бессимптомные совершенные заболевания. И только на основании дополнительных исследований мы выявляем эту опухоль. Мы всех женщин призываем быть внимательными к себе. После 40 лет нужно делать маммографию на фоне полного здоровья. В таком скрининговом варианте. Раз в два года наши патентки должны это делать. Все женщины здоровые. И, конечно, самообследование, которому тоже является большое внимание. Не нужно бояться. Нужно себя осматривать и, в общем, обсуждать эту ситуацию. Сначала с гинекологом, а потом по необходимости направлять, бьют наши гинекологи к нам уже на обследование. Если требуется, то лечение. Долгое время о своем диагнозе женщина не могла сказать родителям. Не хотела их травмировать. Неизвестно, кого бы пришлось тогда спасать, рассказывает Наталья. Все это время рядом с нашей героиней находились ее дети. Они были одновременной поддержкой и жилеткой, и смыслом жизни. Самое главное в этот момент, я хочу сказать, что это поддержка не успокоение, не жалость, а именно поддержка со стороны самых близких людей, дорогих. Это родители, дети. Для каждого человека свои какие-то люди есть. Меня очень хорошо поддержала моя дочь. Она еще маленькая была тогда, 11 лет. Но уже тогда я не могла встать с утра. Она варила мне кашки. А утром будила и говорила, вставай, моя черепашечка. Потому что я была лысая. И приносила мне еду. И сидела со мной возле унитаза. И гладила меня по голове. Я прошу прощения. Все хорошо? Нет, нет. Сейчас все хорошо. Мой сын. И мои подруги. Мои подруги. Потому что одной очень сложно с этим справляться. Очень сложно. И когда тебя не жалеют, а делают и показывают, что ты нужна, что ты важна в их жизни, то это придает сил и стимулирует человека на выздоровление. И не хочется подвести людей, которые в тебя верят по-настоящему. Наталья признается, спустя столько лет четко разделяет свою жизнь на до и после. И сейчас она наполнена совсем другим смыслом. Я стала более нежно относиться к другим людям. Замечать в них больше хорошего. Я начала помогать волонтерам, приютам, перечислять какие-то деньги. Эта болезнь мне помогла встретить столько прекрасных людей, разного, так сказать, статуса. И я поняла, что я такая не одна. Из года в год видим увеличение заболеваемости. Каждый год нам обращается все больше женщин. У нас порядка 80 женщин на 100 тысяч населения. Это высокий уровень заболеваемости. Мы находимся в лидерах на уровне Павловского федерального округа. Сравнивать друг с другом с тем же раком груди. Почему? Потому что видов их очень много. Даже рака груди. Не говоря уже о других органах вообще. Вот. Поэтому у всех он свой, собственный. Нажитый годами, эмоциями, жизненным каким-то укладом. Вот. Потому что мы все разные. Естественно, и рак разный. Не каждая женщина может осознать эту неизбежность и принять ситуацию, как она есть. Вот она. Ее ничего нельзя изменить. Ничего. Но свое отношение ты к этому можешь изменить сама. То есть нужно найти смысл твоего бытия, твоей жизни дальнейшей и всю свою энергию перенаправить туда. Ты такая одна. И ты должна жить.